всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня 1 мая и у нас опять комендантский час три дня комендантский час пятница суббота воскресенье с 1 по 3 мая сначала расскажу вам о ситуации в стране что происходит коротко подробно смотрите в моих следующих видео потому что постоянно ситуация информации меняется и тот кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь здесь много всего не только интересного но и полезного в общем о ситуации в стране на 1 мая каждые выходные у нас комендантский час и ходят слухи о том что ближе к концу мая у нас будет комендантский час целых 9 дней комендантские часы до конца мая на выходных у нас продолжится если говорить о туризме то разрабатывается программа постепенного выхода из кризиса скажем так из этой ситуации из карантина и разрабатывается программа так называемых паспортов здоровья как отели будут принимать иностранных так и местных туристов и все это планируется уже к середине июня но помните я делала видео о том какие даты компании турецкие российские собираются запускать рейсы так вот в том видео турецкие авиалинии планировали запустить рейсы международные 20 мая эта дата уже перенесена на 28 и я всегда вам говорю о том что пожалуйста следите за датами на официальных сайтах авиакомпаний официальных сайтах министерств вашей страны и так далее поэтому все 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 очень очень приблизительно если говорить о ситуации с медициной многие спрашивают о количестве заболевших и так далее я всегда говорю что эта информация доступна на сайте министерства здравоохранения турции и так далее информации конкретной по городам как таковой нет но если говорить о медицине в турции и об об обеспечении больниц медицинского персонала всех нас масками особенно обеспечении больниц и врачей масками различными защитными необходимыми халатами и так далее об обеспечении препаратами искусства вентиляции люки с этим в турции проблем вообще никаких нет производства и производства идет каждый день и врачи говорят о том что глав врачи больниц о том что на ближайшую неделю склады заполнены и никаких с этим проблем нет и у меня возникло такое ощущение что турция наверное единственная страна в которой нет проблем особенно для медицинского персонала что очень важно в больницах проблем с обеспечением защитными материалами вообще никаких на данный момент у турции запросили помощь 104 страны и более 50 стран уже получили эту помощь вот как раз в виде виде масок и различных принадлежностей для обеспечения защиты медицинского персонала для больниц многие заводы которые производили например машины или бытовую технику перешли на производство как раз аппаратов искусственной вентиляции легких и того что необходимо в больнице поэтому в турции с этим никаких проблем нет и турция всегда была знаменита своим качеством больниц и качество медицинского обслуживания потому что тысячи иностранцев каждый год приезжают сюда на лечение операции реабилитацию и так далее вот друзья это то что касается ситуации в стране то что касается ситуации в алании как вы видите на улицах тихо спокойно погода очень хорошая вчера было немножко пасмурно и кстати вчера мы снимали очень классное видео в крепости алании для одного из крупных новостных агентств турции анадолу ажанс она выйдет на следующей неделе когда выйдет сам сюжет ну и конечно же друзья не за не забывайте заходить в описании к этому видео и заходить на сайт нашей компании читинка я бренд дизайн мы занимаемся дизайном брендингом маркетингом развитием бизнеса и так далее и мы сделаем для вас самые лучшие маркетинговые стратегии дизайны оформления продукцию бренды и так далее поэтому заходите по ссылке в описании знакомьтесь и если вам что-то необходимо по любым вопросам абсолютно по любым вопросам можете мне писать на ватсап мой телефон всегда есть в описании ко всем видео на встрече на встрече на встрече в царе на встрече в пикник на встрече в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 внимание, какая недвижимость подходит под условия получения гражданства при инвестировании. Это очень важно, чтобы не было в дальнейшем вопросов, когда вы приобрели квартиру или какую-то другую единицу, а она не подходит под эти критерии. И сейчас Александра как раз нам расскажет об условиях приобретения недвижимости под получение турецкого гражданства. Но есть некоторые нюансы, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. Что за нюансы? Во-первых, как я уже сказала, 3 года не может быть продана недвижимость. Во-вторых, недвижимость необходимо приобретать у турецкого собственника, это или юрлицо, или физлицо. То есть если вы найдете прекрасную виллу у иностранного продавца, приобретете, пользоваться этой программой вы не сможете. Дальше. Вся оплата должна быть официально через банк на счет продавца. Конечно, не все так просто. Во-первых, сделка должна проходить официально, то есть в плане того, что продавец должен официально показать действительно стоимость продажного этого объекта недвижимости. Как вы знаете, на побережье, в Анталии, в Алане очень много объектов с заниженной стоимостью. То есть продавец, грубо говоря, продает за 100 тысяч долларов квартиру, но в кадастровом управлении показывает, что эта квартира стоит 70 тысяч долларов. То есть первый нюанс, на который стоит обращать внимание, чтобы продавец был согласен показать реальную стоимость квартиры. Это не все делают, так как, соответственно, и налоги будут, много всяких нюансов, поэтому на это обращайте внимание. Когда вы приобрели недвижимость, то после получения ТАПУ, конечно же, вы должны подать документы на гражданство. Есть условия того, кто может получить гражданство по недвижимости, это муж, жена, дети до 18 лет. И, конечно же, когда вы начинаете оформлять гражданство по недвижимости, у вас должна быть экспертная оценка. Поэтому эксперты, как я уже сказала, эксперты должны оценить эту квартиру и посмотреть, подходит ли она по критериям для подачи на гражданство. Итак, когда вы получили ТАПУ свидетельство о собственности, сразу хочу сказать, что это не значит, что одна недвижимость может быть на эту сумму. Это может быть коммерческое помещение и жилое помещение, и также несколько квартир в общей сумме, чтобы это была сумма равная 250 тысяч долларов. После того, как вы начинаете сбор документов для гражданства, с кадастрового управления необходимо получить документ. Он называется Уйгундук Бельгеси, то есть это справка о том, с кадастрового управления, что действительно ваша недвижимость соответствует такой-то сумме. То есть вы приобрели недвижимость действительно на эту сумму, а не на меньшую. Для этого кадастрового управления проводит свою экспертную оценку с независимым экспертом и выдает эту справку. Далее вам понадобится справка о несудимости с апостелем, для супруга-супруги свидетельство о браке с апостелем, для детей меньше 18 лет это свидетельство о рождении с апостелем. Родители или дети выше 18 лет по этой программе не могут претендовать. То есть ближайшие члены семьи, дети до 18 лет и родители. Когда вы собираете все документы, подаете их на гражданство как инвестор, то процедура занимает порядка 3-4 месяцев, может быть чуть дольше, но примерно 3-4 месяца вам придется подождать. И в дальнейшем вы получаете турецкий кемлик, вы становитесь гражданином Турции и сможете обладать всеми правами, которые обладают граждане Турции, в том числе и правом открытия бизнеса, становления индивидуальным предпринимателем. Почему это очень важно? Потому что являясь гражданином, вы сможете открыть частную компанию, быть в ней единственным владельцем, ее контролировать и не нанимать, как я уже сказала, 5 работников, не получать рабочую визу, даже если вы являетесь владельцем компании. Поэтому, друзья, я и захотела обозначить эту тему, рассказать о ней подробно, потому что это самый лучший вариант открытия бизнеса через получение гражданства. Во всех остальных случаях пути очень сложные и очень-очень долгие. Поэтому, пожалуйста, я еще раз говорю, смотрите это видео очень внимательно. И это видео в основном будет интересно также тем, кто хочет вести свой бизнес именно в Турции без каких-либо проблем. Процедура получения турецкого гражданства по инвестициям занимает в среднем 3-4 месяца. Но иногда бывает и дольше. Вот, например, и нашей компании у нас несколько семей получало турецкое гражданство. Одна семья получала при покупке большой квартиры для себя, для постоянного проживания. Один человек получал гражданство, купив несколько, небольших 6 квартир-студий для сдачи в аренду. И мы получали около 6 месяцев. Вот эта вот процедура вся длится. Никаких экзаменов на сдачу турецкого, никаких лично сложных собеседований или еще что-то. Этого ничего не требуется. Конечно же, существуют другие варианты получения гражданства Турции. Их несколько. Это по рабочей визе. Если вы проработали в какой-то компании по рабочей визе, вы можете через 5 лет подать на гражданство. И я знаю таких людей. Вы также можете получить гражданство через 5 лет владения недвижимостью любой суммы до 250 тысяч долларов. Потому что, как мы уже сказали, 250 тысяч долларов, когда вы покупаете или инвестируете, вы уже инвестор и идете по другой схеме. Но при подаче заявки на гражданство через 5 лет, там тоже есть определенные условия. И есть такое условие, что вас могут попросить отказаться от вашего гражданства. Если у вас российское гражданство, вас могут попросить от него отказаться. Это необязательное условие. Просят это не у всех, но могут попросить. Поэтому к этому тоже нужно быть готов. И при получении гражданства через 5 лет по владению недвижимостью до 250 тысяч долларов есть несколько условий по наличию денег на счете, наличию работы и так далее. То есть там условия совершенно-совершенно-совершенно другие. Также вариант получения гражданства по замужеству. И, как я уже говорила, есть несколько других вариантов получения гражданства. Но вот эти вот три варианта, они основные. Поэтому давайте посмотрим, что Александра скажет нам также по этому поводу. Также есть возможность получить турецкое гражданство после 5 лет владения недвижимостью. Там есть нюансы. Они, в принципе, каждый год меняются. Поэтому сейчас точно не буду говорить, какие критерии. Но знаю то, что в течение 5 лет необходимо проживать. И Комета ВНЖ должен оформляться на основании недвижимости, а не как туристик и Комета. То есть такое не получится. И почему я сейчас присоединилась к своей коллеге Лилии? Потому что она так подавала. Сколько лет назад это было? Это было, ну, уже 5 лет назад. 5 лет назад, да? Именно по недвижимости. Ну, не по недвижимости. Я подавала по Сурекле. Это значит проживание больше 5 лет. И у меня, ну, раньше не давали туристик, давали просто вид на жительство. И у меня, когда закончилось 5 лет, я подала на гражданство. Получила гражданство, но я должна была принести справку из консульства об отказе от российского гражданства. То есть я этого не стала делать. Это тогда было? Сейчас, как, я не знаю, не требуют, не требуют. Но по вот этой программе по инвестициям, которая 250 тысяч долларов, в чем преимущество? То, что они не требуют отказа от своего гражданства. То есть они дополнительно, вы получаете турецкий паспорт. Как я вам уже сказала, что самое главное преимущество покупки недвижимости от 250 тысяч долларов инвестирования в Турцию, в турецкую экономику, это получение турецкого гражданства. И это самый главный плюс при открытии бизнеса в Турции. Еще раз подчеркну, что это самый оптимальный вариант, по которому вы сможете открыть бизнес и быть его единовластным владельцем, управлять. Вам не нужна будет ни рабочая виза, ни какие другие условия, потому что вы будете гражданином и сможете вести свой бизнес и обладать всеми теми правами, которыми обладают граждане Турции и которыми не обладают иностранцы, приехавшие в Турцию, купив недвижимость и имеющие только ВНЖ. Пожалуйста, не путайте, потому что, еще раз повторю, приехав в Турцию, купив недвижимость, получив ВНЖ, вы можете открыть компанию, но для того, чтобы в ней работать, нужно выполнить очень много условий. Насчет преимуществ получения турецкого гражданства, конечно, в первую очередь, кто планирует постоянно проживать в Турции, это удобно, вы будете пользоваться всеми социальными льготами, такими же, как пользуются турецкие граждане. Если, допустим, вы будете работать, это всегда легче, вам не надо будет мучиться, можно так сказать, с открытием рабочей визы, то есть официально трудоустроиться всегда легко, именно имея кинетку. На самом деле сейчас вот эта вот схема инвестирования в Турцию, в недвижимость является очень популярной, и более 10 тысяч человек сейчас ожидают получения турецкого гражданства как инвестор, и когда закончится эта программа, неизвестно, потому что раньше сумма для получения гражданства была миллион долларов, чуть позже ее опустили до 500 тысяч, и сейчас ее опустили до 250 тысяч. Поэтому, когда закончится эта программа, неизвестно, и если у вас есть желание переехать в Турцию, если у вас есть возможность приобрести недвижимость или инвестировать от 250 тысяч долларов, и вы хотите здесь вести бизнес, то это наиболее оптимальное решение для вас. Согласно Турецкому институту статистики Тюркстат, до этого момента более 5 тысяч человек сейчас в Турции, вот с конца 2018 года получили турецкое гражданство именно за инвестиции, и 9 тысяч человек сейчас на рассмотрение. То есть программой пользуются очень многие, конечно, когда закончится программа, мы не знаем мы, и хотела еще обратить ваше внимание, что все те, кто купил недвижимость после 2018 года, после сентября 2018 года, могут также претендовать. То есть, допустим, можно купить в 2019, сейчас в 2020, и потом в общей сумме это будет все рассматриваться. Но когда закончится программа, мы не знаем, наверное, она закончится когда-то сейчас, пока она действует именно с целью привлечения иностранных инвестиций в Турцию. И в заключении, друзья, я хочу сказать, что я понимаю, что это видео может вызвать очень много вопросов, недоумения, 250 тысяч долларов, откуда есть такие деньги. Вот я, например, хочу купить недвижимость в Турции и получить вид на жительство и вести здесь бизнес. К сожалению, друзья, такие правила, такие законы в Турецкой Республике, и спорить по этому поводу совершенно не имеет смысла, не имеет смысла писать гневные комментарии. Турция дает возможность инвестирования в страну и приобретения турецкого гражданства, после которого вы имеете право вести бизнес. Если вы покупаете недвижимость, получаете вид на жительство до 250 долларов, вы должны соблюдать все остальные условия. И, к сожалению, было очень много людей, которые обращались ко мне по поводу открытия бизнеса, работы и так далее. И вместе с нашим бухгалтером мы это проходили очень много. Люди, не являющиеся гражданами, к сожалению, должны выполнять вот эти вот все сложные условия, открыв даже свою компанию, получать рабочую визу и нанимать 5 граждан Турции с заработной платой и страховкой. Поэтому, к сожалению, для ведения бизнеса это единственный вариант. И если вы хотите действительно вести бизнес в Турции, рассмотрите этот вариант, потому что все остальные варианты также не дешевые и достаточно займут очень много времени и денег. Самый простой вариант это получение турецкого паспорта через инвестиции и далее открытие своей компании. Но по этому поводу мы с вами еще поговорим. Мы также поговорим о работе в Турции. Турции это немного другая тема, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите комментарии, обязательно пишите мне на WhatsApp, мой номер есть под всеми видео. Я надеюсь, что эта тема была вам полезна и интересна. И я надеюсь, что мы все-таки ответили на ваши вопросы. На сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем всего хорошего, будьте здоровы и надеюсь, что в скором времени увидимся в нашей солнечной Алании.